Сауна, тренажерный зал и бильярд. Речь не о современном фитнес-центре. Новые возможности для комфортной работы и отдыха появились у сотрудников Мурманского транспортного филиала Норникеля после реконструкции административно-бытового корпуса. Редкий день у Кольского залива бывает уютно. Ничего не поделаешь, север. А эти люди, в силу работы, вынуждены много времени проводить у воды. И не только в солнечные дни. Поэтому им важно, чтобы было где высушить одежду, поесть, отдохнуть. Да, вполне хороший ремонт, я считаю. Поприятнее стало. Единственное, ну, как-то непривычно то, что окон нет, может быть. Прежде четвёртый этаж управления занимали кабинеты администрации. Теперь сотрудников, чья работа не требует присутствия на терминале, перевели в город. Освободившиеся помещения реконструировали для стивидоров и докеров. Ну, здесь телек новый. Вот. Что здесь? В принципе, мебель удобная, лавочка. Ну, больше пространства, места больше. Реконструкция четвёртого этажа административно-бытового корпуса и переезд докеров-механизаторов позволили решить два вопроса. Создать комфортные условия для сотрудников и освободить территорию причалов. Реализация проектов Норники Антаймыря привела к увеличению перевалки грузов. Поэтому пустовать место, где стояли бытовки, не будет. Ещё до конца не обжились. Вот. Ну, в чём плюс? Вот у нас здесь и раздевалка, то есть и мы переоделись, и душ. Всё есть здесь после работы. Шум не такой, как на причале. Всё равно там же ездит техника, краны всё работают. Но это что касается именно меня, потому что я не всегда на причале. Ещё и в Стивидорской нахожусь. Новое пространство – место не только для отдыха, но и для работы. Теперь и для многих сотрудников. Рабочий день начинается здесь. Вот помещение, например, где мы находимся, это помещение для проведения инструктажей. Здесь смены с утра собираются, они получают задания на смену, они получают инструктаж по охране труда, расписываются, проводят это Стивидор. Вот. И затем идут по своим рабочим делам. Для времени за пределами рабочего дня есть комната отдыха. Здесь диван, телевизор и нарды. Или дартс, бильярд и настольный теннис. Это, как говорится, кому что по душе. Играть можно один на один или принять участие в корпоративном турнире. Да, у нас вот уже довольно большая турнирная сетка по поводу бильярда. Уже второй раз, по-моему, проходят у нас соревнования. Вот и планируются вроде какие-то ещё соревнования по дартсу, кстати. Тренажёрный зал в компании не новинка. Он был раньше, но в последнее время зона для спорта сильно изменилась. Когда я уходила в декрет, это было 4 года назад. Здесь, конечно, было намного меньше всего. И когда я вышла полтора года назад, и когда я сюда пришла, я даже немножко растерялась. Потому что слишком много всего, и даже ты такой, где-то пошёл изучать, а как этим пользоваться. Ну, в принципе, можно полноценно построить нормальную круговую тренировку. Поставили тренажёры, добавили грушу, добавили инвентарь спортивный, и скакалки, и пояса, и перчатки, и таймер. Ну, много всего по мелочи. Ну, вот в основном тренажёры, дополнительные блины, вот силовой уголок очень хорошо сделали, и турник повесили разнохватный. В общем, каждому найдётся чем заняться. В Норникеле есть большая программа обновления бытовых помещений. Она называется «Сделано с заботой». Но много пространств для комфорта сотрудников удаётся отремонтировать и сверх неё. Реконструкция в Мурманском транспортном филиале – тому пример. Илья Кумылев, Борис Савельев, ТВ21+.